всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду утка это вкусно утка в качестве основного блюда праздничного стола это красиво но утка ощутимо дороже курицы а мяса на ней не сказать чтоб шибко много да и задача разделась утку так чтобы гостям достались более-менее равноверные куски то еще задача предлагаю свернуть из нее рулет нафаршировать мясом и так выкрутиться из положения список продуктов в конце ролика прочитайте сначала отрежем все лишнее рубить буду на пластиковой доске чтобы не раздолбать деревянную голову лапы и крылья теперь начнем разрез по спине и вперед тонким острым гибким ножом или не кацамуры прекрасно справится вот такая основа классная получилась под шкурой много жира и чтобы он лучше и быстрее вытапливался надо поработать вот это какой-то классной штукой теперь приправим солью и перцем обильно от души и займемся начинкой здесь у меня фарш говядина и хребтовое сало к утке на мой взгляд отлично подходит зеленые яблоко его надо натереть на терке и к фаршу набор пряностей для фарша выбирать на свой вкус я буду использовать сухую имбирь лук чеснок черный перец зиру корицу и соль и зелень обязательно добавлю кинзы мне кажется такой фарш будет в тему причем вы конструируете содержимое этого рулета на свой вкус теперь все смешать все можно приступать к сборке рулета фарш сюда эдакой колбаской и свернуть если у вас есть время то хорошо бы такой это рулет плотно завернуть пищевую пленку так вот скрутить как конфету чтобы он уплотнился и убрать в холодильник часа на два то и на три он тогда будет более аккуратный плотный и ровный так сначала апельсин подготовлю утка без апельсина нонсенс те лишнего времени нет поэтому буду выкручиваться вниз бекон на него рулет сбоку тоже бекон ну а сверху апельсин и все это надо постараться теперь плотно увязать что касается времени температуры каждая духовка дурит по-своему я к своей приноровился более менее и в моей духовке вот этот рулет будет запекаться так два часа при 170 180 градусов под фольгой потом фольгу убираю и еще там 15 25 может быть 30 минут до зарумянивания нагрев верхний нижний но вы свою духовку лучше меня знаете поэтому корректируйте режим при необходимости ну теперь ждем к этой утке у меня на гарнир будет картошка но чтобы она была с пылу с жару я начну и заниматься через час так даже и соус приготовлю картошка варится уже в подсоленной воде а я занимаюсь соусом опять понадобится апельсин и не один и цедра тоже пригодится и а мне нужны дольки без пленок них просто вырежу острым ножом кроме того и апельсиновый сок понадобится часть его надо смешать в холодном виде с крахмалом небольшую луковицу мелко порубить и вытопившийся утиный жир буквально ложку больше не надо на нем луковицу поджарю до прозрачности румяните надо лучше есть то будет лук-шалот с ним вкус соуса будет такой более мягкий лично пора добавлять апельсиновый сок это чистый без крахмала цедру сюда и маленький кусочек палочки корицы сейчас довожу до кипения и оставляю буквально одну минуту теперь вынимаем и цедру и корицу дольки апельсина и сок с крахмалом сюда все доводим до загустевания кстати добавить чепутку красного острого перца пора можно пробовать мощный апельсиновый горьковато за счет цедры сладковато за счет лука вкус с таким легким 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 ароматом корицы и острота чем острота она не обжигает рот нет попробовали соус да и так накатывает мягкое тепло по горлу так работает красный перец нет очень нравится сейчас на этом этапе вы можете выправить соус на вкус добавить в зависимости от того какие у вас были апельсины либо больше кислоты лимонный сок можно положить допустим либо больше сахара если недостаточно сахарные были написано короче творите выдумывайте я же ничего добавлять не буду сейчас он еще немножечко подостынет к тому времени когда мы будем утку подавать и еще сильнее загустеет это очень вкусный соус и он идеально подходит на мой вкус к утке так картошку уже сварилась важный момент надо едать постоять в дуршлаге минут 5-7 чтобы вся лишняя влага ушла не только снаружи картошки но и сама тоже немножко подсохла я пока отберу вытопив свой утиный жир картошку сейчас буду в нем запекать будет обалденно вот так и перемешать хочу чтобы каждая картофель она была смазана этим жиром и сюда чеснок дольками прям шкурки и тимьяна присыпать и в таком вот видео убираю в духовку утки короче все теперь будет стоять до готовности и картошки и утки подрумянется два часа прошло пора снимать фольгу и теперь уже румянить утку нужно чтобы она красивой на столе было и можно приступать к трапезе а ночное как-то не странно с картошки обожаю такую картошку она сначала отварена на почти до готовности а затем запечена с жиром не обязательно кстати такой жир использовать можно и растительное масло пахучее тоже получается очень классно обалденно обалденная картошка так теперь мясо у нас а вот этот кусман ну-ка очень нежное очень вкусное мясо так ну а теперь фарш та самая банка которая позволяет нам увеличить количество белка более дешевого продукта запихав его в более дорогой вместе соусом я считаю для праздничного стола прекрасно вообще к жирной птице вот этот соус апельсиновый очень классно подходит его можно разнообразить можно добавить к примеру не только корицу может добавить имбиря немного тоже будет очень интересно можно давить добавить гораздо больше острого перца можно даже кардамона немного но с кардамоном главное не переборщить потому что он слишком все-таки своеобразный аромат имеет фарш фарш тоже можно положить больше имбиря и можно даже свежего добавить будет отлично можно острого красного перца чили перца настругать если вы любите острое добавить короче это классное блюдо и это классный способ из не очень большой птицы получить такую рулет такой батон который можно накормить целую кучу гостей и каждому достанется такой вполне себе приличный кусочек так что готовьте и наслаждайтесь напоминаю по промокоду фрецкого можете получить очень приятную скидку я сегодня где он у меня вот он я сегодня разделал птичку вот этим вот классным филе ником от самуры кем смотрите такой гипси какая обалденно очень острый очень классный самура про с классные ножи пользуйтесь скидками и творите на кухне огромное спасибо за компанию спасибо за лайки за дизлайки за репосты не забудьте колокольчик нажать чтобы не пропустить новое видео они выходят по понедельникам и пятницам вот уже несколько лет всем пока и и и и и и